Участие в конкурсе приняли более 300 детей из 11 школ, 10 детских садов, двух центров доп. образования и из воскресной школы. Своими руками ребята изготавливали игрушки для елочек во дворе храма, рисовали рисунки, создавали венки и мини-вертепы. Папа, мама, мы видим по почерку рисунка, по этим изящным линиям, по тем сложным композициям, что, конечно же, родители принимали участие в приготовлении рисунков, вертепов, игрушек. Помогали, не возбраняется, наоборот, приветствуется, чтобы в этот процесс была включена вся семья вместе с ребенком. Ну а главной целью конкурса и нашего сегодняшнего мероприятия, открытие вертепа, приурочено к тому, чтобы показать взрослому и ребенку истинный смысл Бога воплощения. Христос пришел для того, чтобы примирить человека с Богом, для того, чтобы дать обилие благодати, для того, чтобы человек стал Богом по благодати. Две номинации «Рождественский венок» и «Рисунок» новые. В прошлом конкурсе их еще не было, но расширение просторов для семейного творчества неудивительно. Ребятам и взрослым вручили грамоты и небольшие подарки. Традиционно приехал поздравить детей и их родителей митрополит Калужский и Боровский Климент. Если будет у вас сердце любовь к родителям, друг к другу, тогда будет радость. Вот вы запомните это. Старайтесь научиться с детства пребывать в жизни, в любви, чтобы сердце наполнено, что за любовью не сло, не савистью, а любовью. Тогда и жизнь хорошо. А запомните счастье у вас будет, когда вы будете с Богом и родители будут с вами, когда вы будете послушными. Поздравили детей с праздниками глава администрации Татьяна Леонова и глава города Геннадий Артемьев. Здесь собралось очень много талантливых детей и взрослых. И спасибо вам огромное за то, что их работы, их творчество создаёт прекрасную атмосферу праздника. Вот для таких праздников мы видим, как на земле Огнезгрей укрепляются круглые и магнитные традиции православия. И, наверное, из всех традиций открытие Рождественского артема самая домашняя и самая семейная. Ребята, видите, какие красивые ёлочки приходят? Да. А дома вы лежали? Да. А девушки и белые сами? Да. Срутились? Да. Я поздравляю вас с Новым годом. Я очень рада, что мы отмечаем городе Бразилия такой дружной и тёплой в Москве. Я очень хочу, чтобы вот это добро, вот это любовь, она сомневала весь год. И чтобы родители находились больше при этом и больше среди. Потому что они так быстро вырастут. И мы будем вспоминать, а чё ж мы не посидели, не поиграли в настольные игры, не пощать жизни, книжки. Поэтому, ребята, вам хорошего Нового года, здоровья, счастья, хороших друзей, родителей, больших людей, находить свободу, чтобы быть самым прекрасным ученым. Это значит, что мы делаем. Спели рождественские песни воспитанники воскресной школы и маленькие прихожане храма. Ночные рождественские богослужения прошли в храмах Калужской области в ночь с 6 на 7 января. На следующей неделе христиане будут праздновать крещение Господне. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ